Суперкупы, и тогда Милан выиграл по пенальти. Все обнимаются со всеми, только Криштиану Роналду в них часов, дней, минут. В итоге так и не появляется. Сегодня в составе Милан. Итальянского чемпионата, и этот матч проходит в Саудовской Аравии. Роман Трушечкин. Матча, Фабиано Претти, Матео, по серии ему помогают. Вот он Криштиану Роналду на итальянский... Вот сейчас первая атака Ювентуса, которую прерывает Окоюко. Нагляя решимость играть всерьез. Воскорчегаривать ее с первых минут, как это получится у него? Еще на фоне такого соперника, играя сейчас Дебало на Криштиану Роналду, ответные передачи. Возможно, переплатили какую-то сумму, но как приобретение, как личность, наверняка он... Интересовал. Атака Ювентуса, заброс на Криштиану Роналду, который своей прокачанной грудью отпасовывает на Алекса Сандру. Которого якобы они хотят уступить Лейпцигу немецкому. Тем не менее, структурами Милана одобрен, и он пользу должен принести. И действительно, если такой трансфер для такого сейчас... Александра отдает на Криштиану Роналду, того встречает Калабрия. Роналду ждет забегания, смещается в центр, отдает пьер. По-моему, не равный. Пока равный Александра. Неплохой прессинг от Милана. Вблизи штрафной, на фланге здесь... Не имеет другого равноценного варианта в центре нападения. Хотя, Олегри сказал об этом изящно. Очень здорово входит в штрафную. И вместе с Криштиану Роналду сдваивает центр. А так, по-разному там все это будет. Хороший вход в штрафную площадь. Неожиданный участник на поле появлялся. Из приключений не обошлось. Криштиану Роналду. Какая передача. Своей команде пользу. Но Гатуза добавила, что у нас в своем счете опаснее. Правая в руку. Да, но мне кажется, что Милан дружнее как раз на правом фланге. Гатуза не стать обедом. А стать просто человеком, который сидит за столом. Посмотрим. Пробывают же плохие передачи к Ирине. Становятся острыми передачами. А вот это... Забыл выпрыгнуть или... Не понял, можно ли или нет. Александром. Криштианом. Янич. Ну, я на 99... Нет, на 90 процентов. Уверен, что я выпущу его в стартовом составе. Ювентуса втроем против двоих Криштиану Роналду. Как бежит Роналду. Убирает как лань. Но все равно передача не идеальна. Он возвращает мяч, но здесь успел. Франки Се удар. Понимаешь, что без него там точно не обойдутся. Хотя Криштиану вот он по правому флангу несется. Летит просто. Уже понимаешь, что здесь его накрывают. Бить уже. На этой контратаке прибежал быстрее всех Джорджио. Сегодня с этой самой системой работает... Я думаю, что еще очень быстро защита. В принципе, кто бы там ни оказался, Ювентуса выглядит на фоне атаки. Милан как-то не очень быстро действует. И Чалхану Глой и Кутрон. Финал даже есть. На трибунах. Как изящно скинул, да, этот мяч. Как будто чувствовал, куда мяч отскочит. Вот у него. Теперь Дуглас Коста. Интересный такой размен получился. Потому что это Канцелу прорывался вперед. А Роналду... Началась вся вот эта атака с потерей Пакета. Чуть ли не первая эпоха вот этой встречи. Накрыли его при дриблинге. За сторону. Доннарума. Мне кажется, что мог бы ловить. Да. Изменился. Набрал мышечную массу прежде всего. Да и опыт приобрел. И даже это интересно. Потому что он уже побывал во всех зонах. Попробовал себя в разных качествах. Он ищет, прощупывает соперника. Тестирует его. И наконец в атаке завершает этот тайм. Ювентус. Потом Липотиначи. Роналду. Татьяк встряхнул. Хороший пас. Коста. С левой ноги. Роналду. Ювентус. Приступает за Реал. Все попомнили эту историю. И Роналду сам рассказывал, что реакция болельщиков. Которые ему аплодировали. Я не знаю почему. У меня сейчас разгенерировалась такая история. Аналогичная до той, когда... Мяч уже так прыгнул по сетке. Скользнул по ней. Помогла им приедет это решение. И так выйти. И штрафной смячок. И еще один удар организовали. Димала. Криштиану вроде право даже защитника. Врывается в штрафную площадь передачи. И выходили люди с трибун на поле. И насколько мы могли понять, вручали им бутцу Криштиану Роналду. Действует слева Александра. В середине поля... Милан. Кстати, может быть, он к этому времени уже успеет измениться. И Гуаин подготовится. Криштиан. Пробивает, попадая в стенку. Да и Криштиану Роналду тоже не последний исполнитель штрафных ударов. Кстати, в этом матче ему впервые доверили пробивать штрафную мину. Опять очень бодро начинает Милан тайм. В таком составе в воротах Доннару Маджан. Десять плевых игроков только обороняются. Абсолютно все. Тут нет освобожденных от таких функций футболистов. С первого тайма, когда втроем убегали на двух защитников. Здесь вчетвером на троих. Тоже преимущество в одного. Болел за Милан. Но сам Рикки сказал, что вот такие сравнения сейчас не нужны Лукасу. Потому что выстроенная линия обороны из пяти полузащитников. Рядышком помогает и линия из четырех защитников. Но прорывает ее Роналду. Который, естественно, в абсолютном положении. Небольшое расстояние вот атакующего игрока до обороняющегося. Ну, там видно все-таки, что после паузы играли. После зимней к тому же паузы никакой не будет. Да нет, на руках. Более того, если бы был назначен пенальти, то это была бы грубая ошибка. И пошла уже контратака Ювентуса. Важно, как разбежится здесь Матюиди. Но Криштиан Роналду игнорирует это забегание. Он смещается в центр. Ищет время. Их команда может дать результат. Для этого нужен будет один момент. Но все равно. Все остальное в это время чем мы занимаемся? Он швейцарский защитник. Но все-таки не главный мастер игры головы в этом составе Милана. Удар Роналду. Ну, прям. Собственно, можно. Да, то есть никто ему особо здесь и не помогал. Да, конечно, диагональ была хороша. Но Роналду пошел сразу на двоих. 19-летний Донна Рума. Опять не стал ловить мяч. Молча. Делает. Очень с острого угла. Донна Рума на месте. Еще один угловой. Где там Келлини? Наверное, самый опасный. По-прежнему продолжает такой поиск. Сейчас в центре располагается. И пас ему как раз. Гол. Не было ли офсайта? Криштиану Роналду. 16-й гол за Ювентус во всех турнирах. И гол в суперкубке. Возможно, в первом турнире, который выиграет Роналду с Ювентусом. Ну, я где-то жду, на самом деле, судейского вердикта. Будет ли сейчас вот этот жест? Посмотрим, передача от Пьянича там прилетела. Классная, точная. Можешь, если он сказал, что на одной линии находился? Вот, мне кажется, поэтому это тот случай, когда... Ну, надо посмотреть обязательно видео, да? Ну, есть оно, но надо посмотреть. Надо вмешаться. Хотя уже объявили по стадиону и уже пошли по саудовским соцсетям. Я здесь, я видел гол Роналду. Вот эти вот приблизительные фразы. Забил, конечно, здорово. Одно касание буквально правой бровью. Ну, настолько близко располагался к Донна Руме, что как тут среагируешь? Все равно, конечно, каким-то немножко нелепым выглядит движение Донна Руме, но действительно очень-очень близко находился. Для того и собралась в этот вечер на стадионе Короля Абдаллы. Вот этот самый главный. Да, и вот в этот момент... В том, который построил... Да, такая прагматичная, спокойная команда. И Криштиану... И взять талантливого российского футболиста, может быть, даже без особой перспективы. И выход в стартовом составе. Мы отдадимся на волю волн, или мы будем бороться дальше. Посмотрим, как себя будет проявлять Мила. Доблос-класс там. Забежал в ловушку. Но выбрался из нее с мячом. Ювентус, потому что это Криштиану Роналду. Будет там действовать. Желтый кита, удалили кисе. Чалхану Глу оттянулся. И получает, наконец-то, мяч Криштиану Роналду. Роналду! Возвращает на косту. Раздевать его, разминать его, умывать его, в конце концов. Криштиану Роналду оказался на газоне. Не похоже это на пенальти. Работает сложный мяч. И выходит на ударную позицию уже. Ой-ой-ой-ой. Нет, это слишком, слишком... Призрачную, да, такую возможность поверить, что это был настоящий. Здесь уже момент паса на Блэзо Матюди уже был. Столько стеночек. Дебала. И до того, как дать повтор, который свидетельствует... Хотя вместимость меньше. И до сих пор не привела, как-то произошло. На головах друг у друга сидели. Раздевали 1-0. Положение вне игры. У Криштиану Роналду. Ты управляешь игрой. Если, конечно, вообще мы верим в то, что в такой ситуации возможно игру управлять. Какому-то кричащему даже такому его человеку, как Гатусу. Кстати, достать Деваляну. Нужно разочек хотя бы напомнить о том, что это великая команда. Вот на атаку Ювентуса. Криштиану Роналду ждет забегания Матюди. Совершенно открыт Дебала. Роналду бьет. Донарума. Савцузской Аравии. С помощью голоса. Большое спасибо зрителям Матч ТВ. И Роман Трушечкин. Обнимаем вас все. В видео просмотр брать в некоторых эпизодах. Спорных достаточно. Такое было. Но есть ощущение, что это все-таки такое прощание с итальянским футболом. Потому что... Довольный судейством. А расходиться нельзя, потому что впереди награждение. Так бы уже... А потом нужно вернуться. После Виталяна. Дело доходит до Ювентуса. Стоит. Вот он. Пожалуйста, скромный герой сегодняшнего матча. Криштиану Роналду. Именно он забил победный единственный. Как загадать, да, на 12-м ударе часов Новый год. Ювентус, обладатель суперкубка Италия. Кто его знает, может быть, опять как и победитель, и обладатель кубка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok